Известная российская ведущая актриса не спешит баловать своих фанатов киноролями. При этом она весьма комфортно чувствуется в студии, где работает телевизионный ведущий. Некоторые ее любят, а некоторые ненавидят за острый язык и личное откровение и высокое чутье. Обмануть артистку совершенно невозможно. И в данном видео поклонники звезды отечественного телевидения могут узнать ответы на интересующие их вопросы. Как сложилась личная жизнь Ларисы Гузеевой, сколько у нее было мужей, есть ли дети, а также другие подробности ее биографии. Биография Ларисы Гузеевой началась в населенном пункте. Буртинское все детство будущей знаменитости прошло там же, на родине кедровых орехов, строгих нравов и пуховых платков. О том времени звезда предпочитать не вспоминать, так как ей сильно много запрещали. Как известно, Лариса не знает своего родного отца, ее воспитала мать и ее избранник. Отчим воспитывал девочку в строгости. До 10 класса он запрещал Гузеевой смотреть кинокартины с поцелуями. Мать являлась преподавателем в том общеобразовательном учреждении, где и училась будущая актриса. Вопреки строгости родителей, Лариса носила короткие юбки, курила и красилась. За это ее мать постоянно ругала в школьной учительской. Уже после окончания 10 класса Лариса в возрасте 17 лет решила уехать в Ленинград, где стала студенткой государственного института театра, кинематографии и музыки. Поступление, по словам самой Гузеевой, далось ей довольно легко из первой попытки. Родители практически не переживали по поводу выбора наследницы, так как больше они беспокоились за младшего сына. Тем не менее, с детских лет Лариса всегда слышала от матери то, что она очень красивая и самая любимая дочь. Личная жизнь Ларисы Гузеевой, по ее личному признанию, начала развиваться довольно рано. Еще в подростковом возрасте будущая звезда вызывала огромный интерес у противоположного пола, и она, к слову, могла умело этим пользоваться. Молодая Гузеева могла просто не прийти на встречу с избранником, которую сама же назначала. Во время обучения в высшем учебном учреждении девушка также очаровывала парней своей уверенностью к застой, однако там ей так и не удалось встретить свою любовь. Позднее артистка выходила замуж три раза. Счастье ей удалось обрести только в последнем браке с Игорем Бухаровым. Об отношениях с первым мужем Ларисы Гузеевой практически ничего не известно. Она совершенно не любит рассказывать представителям средств массовой информации поклонникам о своем неудавшемся опыте создания семейства. Как известно, еще в далеком 1984 году Лариса связала свою личную жизнь с Ильей Древновым. Их знакомство случилось во время съемок фильма «Соперницы», где мужчина трудился ассистентом оператора. Уже через некоторое время после свадебного торжества мужчина пристрастился к наркотическим средствам. Лариса Гузеева всевозможными способами пыталась избавить возлюбленного от зависимости, однако у нее ничего не получилось и уже спустя 8 лет она подала заявление на развод. Как известно, через некоторое время после официального развода, к сожалению, Древнов скончался от передозировки. В 1991 году Ларису Гузееву пригласили на съемки фильма «Избранник». Здесь состоялось знакомство артистки с ее вторым супругом Кахой. Талдорава был очень образованным и внимательным мужчиной. С ним женщина могла забыть совершенно обо всех проблемах, которые случались на ее жизненном пути, а работа превращалась в какой-то праздник. После съемок картины звезда уехала в Ленинград, а возлюбленный последовал за ней. Тогда Гузеева осознала, что именно данный мужчина должен стать отцом ее ребенка. Во время вынашивания малыша звезда продолжала работать и на протяжении долгого времени скрывала свою беременность от посторонних. Буквально за несколько дней до родов Каха стал законным мужем Ларисы Гузеевой. В 32 года артистка родила свою первую ребенку. Женщина совершенно не привыкла сидеть без работы, поэтому практически сразу после родов она продолжила строить карьеру. Однако брак не сложился и возлюбленные были вынуждены разорвать свои отношения. Бывший муж уехал в Тбилиси, но общаться с сыном не перестал. Георгий до сих пор является частым гостем в доме отца. Последний и самый удачный брак состоялся только в 1999 году. Игорь Бухаров и Лариса Гузеева были знакомы еще со студенческих лет, однако на то время девушка была довольно строптива и совершенно не замечала скромного парня. После того, как Гузеева разорвала отношения со вторым мужем, она перебралась в столицу России и начала встречаться с банкиром. Тогда телевизионная ведущая считала, что денежные средства являются решением всех проблем. Но после неприятного случая в самолете, когда на ее сына случайно пролили горячую воду и необходимо было срочно оказать помощь, женщина осознала, что звонить банкиру и просить помощи совсем нет смысла. Тут Лариса Гузеева вспомнила об Игоре, который сразу же организовал обратный вылет. Встретил женщину с ребенком в аэропорту, пригласил на встречу медика, помог вылечить мальчика, а также старался поддержать артистку в моральном плане. Через какое-то время Игорь признался, что полюбил возлюбленную еще во время обучения в ВУЗе. Он всегда о ней помнил и ждал. Актриса была благодарна мужчине за все, что он для нее делает, поэтому уже во взрослом возрасте она осознала, что тоже любит Игоря. В этих отношениях появился второй ребенок Ларисы Гузеевой. Родилась девочка, которую счастливой супруги назвали Олей. Пара счастлива в браке уже несколько лет. Телевизионная ведущая вынесла для себя ценный урок. Самый удачный союз должен быть основан на чуткости и взаимопонимании. На просторах сети весьма часто можно встретить сообщения о том, что Гузеева намерена разорвать отношения с третьим мужем. Поклонники артистки наверняка запомнились случаи, когда она подтвердила все слухи и заявила, что хочет оформить развод из-за девушек, с которыми общается Игорь. К счастью, паре удалось постепенно прийти к взаимопониманию и решить образовавшийся между ними конфликт. Также на просторах интернета нередко появлялись слухи о том, что у Игоря есть внебрачный сын Владислав. Все эти домыслы не нашли официального подтверждения. По словам самого мужчины, он является примерным семьянином, поэтому не позволит себе изменить любимой жене. Однажды артистка высказалась по поводу своих браков. Со временем я начала понимать, что первый супруг дан для приобретения опыта, второй – для рождения наследника, а третий – чтобы наконец-таки почувствовать настоящую и искреннюю любовь. В семействе Ларисы Гузеевой двое детей – дочь и сын. По личному признанию артистки, наследники являются для нее чем-то самым дорогим и главным в жизни. Для дочери и сына она готова пойти на любой шаг, уведущей прекрасные отношения с детьми, о чем не стоило бы утверждать ранее. Дело в том, что дочка Ольга имеет довольно строптивый характер. Именно на этой почве между Гузеевой и девушкой ранее возникали ссоры и конфликты. Что касается их отцов, то Лариса не против того, чтобы сын поддерживал общение со своим родным папой. Первый ребенок Ларисы Гузеевой появился на свет как ранее, уже было отмечено, видео во втором браке. Артистка продолжала трудовую деятельность на протяжении всей беременности, однако разглашать об интересном положении она совершенно не спешила. Поклонники, как только узнали о том, что их кумир в скором времени впервые станет матерью, устроили овацию вблизи домоведущей. Молодой матери пришлось попросить их о том, чтобы они ушли. Как ни странно, но фанаты выполнили просьбу и сразу же разошлись. К сожалению, сыну не удалось сплотить своих родителей и буквально через некоторое время они разорвали брак. Взрослый Георгий решил связать свою трудовую биографию с компьютерной сферой. Он нормально общается с матерью, а также навещает отца, который проживает в одном из грузинских городов. «Для меня сын является настоящей опорой. Он может в любой момент помочь мне подсказать верное решение, поддержать в трудной ситуации. Мы часто с ним просто беседуем на всевозможные темы. Часто слышу от поклонников, что у них нет общих тем с их наследниками, но никогда этого не понимала. Может, следует просто собраться с детьми и начать говорить, а темы проявятся сами», – отмечает Гузеева. В настоящее время знаменитость искренне благодарна бывшим мужьям за то, что они внесли хоть какой-то вклад в ее жизнь. Она не скрывает, что первый муж со своим пристрастием к наркотикам показал, какой мужчина ей не нужен. При этом второй муж подарил ей сына, за что она бесконечно ему благодарна, несмотря на какие-то недопонимания между ними во время совместной жизни. Второй ребенок у Ларисы Гузеевой появился уже в 40 лет. Беременность проходила весьма сложно, так как у нее было постоянно повышенное давление. Следовательно, артистка была вынуждена лежать в медицинском учреждении на сохранении. Чтобы не рисковать ни своей семьей, ни жизнью ребенка, Гузеевой было принято решение о проведении кесарево-сечения. Операцию сделали в одной из столичных клиник. Взрослая Ольга не захотела идти в высшее учебное учреждение после окончания школы, поэтому семья приняла решение о перенесении в поступлении на год. При этом девушка не сидела без дела. В течение этого года девушка активно посещала курсы современного дизайна. В 18 лет девушку попрекали в сети за ее столь необычную внешность, пирсинг в носу, вызывающий стиль и короткую стрижку. Через некоторое время девушка все же решила сменить имидж. Сейчас у нее длинные волосы и неяркий макияж. Ведущий телевизионного шоу считает, что женщина не должна ни от кого зависеть, но обязана уметь содержать наследников. Именно на основании этого она продолжает сниматься в телевизионных программах и вести ресторанный бизнес. На просторах интернета иногда можно встретить фото, на которых артистка запечатлена во время творческих процессов, а также со своими детьми и любимым мужем.